Будущие звезды паралимпийского спорта. В рамках празднования Дня физкультурника в спорткомплексе «Лидер» прошли Малые паралимпийские игры 2018 среди детей-инвалидов. О несгибаемой воле к победе, трудолюбии и силе характера юных спортсменов смотрите в следующем материале. День физкультурника в Славянском районе решили отметить проведением соревнований и пригласить на них тех, кто в этом, наверное, более всего нуждается – детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с ограниченными возможностями эти соревнования дают возможность найти себя в социуме. То есть они видят других детей. У кого-то заболевание сложнее, тяжелее, у кого-то легче. И они уже, глядя на то, что кому-то еще сложнее, по-другому начинают смотреть на мир, на жизнь, не замыкаются в себе, начинают общаться. В дальнейшем начинают заниматься все-таки физической культурой и становятся, я думаю, что, наверное, счастливее. В соревнованиях приняли участие 22 ребенка. Большинство из них приехали из станицы Петровской, где почти уже два года работает клуб для детей-инвалидов «Милосердие». Деток нашим возим на соревнования, на конкурсы всякие, устраиваем праздники, Новый год. Огромное спасибо, конечно, Пивневу Наталье Александровне, она занимается с нашими ребятами, приглашают нас на бассейн, детки наши ездят, на соревнования всякие. Как бы наш клуб объединяет всех – детки, их родители, бабушки, дедушки, сестры, братья, в общем, объединяет всех. В рамках Малых Паралимпийских игр для ребят были проведены соревнования по дарцу, штрафному броску, жонглированию теннисным мячом и точности попадания в ворота – футбольный снайпер. Настрой у юных спортсменов был самый, что ни на есть боевой, тем более, что, как оказалось, они увлекаются самыми разнообразными видами спорта. Какими видами спорта занимаешься? Плаванием, футболом, баскетболом, тротиками и вот это, фигнюшки такие, что вот это. Я хочу победить, я счастлив. По итогам Малых Олимпийских игр были определены победители в каждом виде соревнований, но несмотря на личные результаты, абсолютно все ребята были награждены грамотами и памятными подарками. Каждый из них уже одержал маленькую победу, придя на эти соревнования и, вопреки всему, двигаясь вперед. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».